здравствуйте с вами снова я александр северов и сегодня мы вы точнее узнаете всю информацию всю полную информацию о подвесном подшипники на опел фронтера на там 2 и 2 мотор на 2 и 4 там 2 и 3 там маленькую версию она маленькая нет учета вот ну смысл в том что сегодня мы поговорим о подвесном подшипнике прям достанем всю информацию я мы всю расскажу и можно будет на этой теме поставить точку потому что я решил записать это видео потому что я второй раз уже меня и столкнулся с тем что информация она как бы есть но она ну под раскидана не очень удобно иногда что-то начинает со временем теряться и поэтому я решил все вот так вот бах закомпоновать плюс для многих возможно рассказать какую-то новую информацию которую они не знали ну что же давайте начнем откроем наш текстовый документ здесь у нас все номера запчастей собственно с чего начнем это оригинальный номер я написал общий почему потому что он идет на 2 и 4 на 2 и 2 мотор и насколько я помню на 2 и 3 тоже такой же кардан вот также сразу говорю что это номер конкретно из каталога 2 и 2 почему потому что если вы смотрите номер каталожный который на 2 и 4 то он как бы старый он больше не актуальный и если открывать один общий каталог не по моторам то тогда вы увидите что если вы возьмете номер вот этот который типа для 2 и 2 вы увидите в примечаниях что он идет взамен номера 2 и 4 потому что там получается что подвесной один и тот же ну так вот начнем с оригинального номера вы его пробиваете вы увидите что в реальности заменитель по этому номеру есть только один это китай подвесной доминанта в принципе нормальный как бы ну вот но он идет точнее он не идет он стоит 4000 рублей ну это довольно таки много и не бюджетно но но сразу же скажу такую вещь что кому нужно вот купить и просто взять и поставить то это идеальный вариант почему объясняю потому что это уже идет подвесной в сборе то есть обойма и подшипник и подшипник уже запрессован в обойму то есть ничего прессовать не надо и в комплекте с ним же уже идут вот эти вот закрывашки защитки то есть металлические штуки которые закрывают подшипник то есть это кстати большая проблема что подвесные без этих защиток они недолго живут то есть вот эти вот заглушки закрывашки они очень важны они такими то ли ну металлические кольца такие которые с двух сторон закрывают подшипник и все это дело хорошо живет далее что вот это за номера это номера по которым вы можете купить отдельно подшипник для вашей обоймы далее вот это номер оригинальный по вольво по нему вы можете пробить и купить отдельно обойму для запрессовки подшипников или же по этому же номеру есть продаются уже комплекты то бишь обойма плюс подшипник такой комплект купил я то есть это комплект от миле он с припиской буквой с в конце он идет сразу же обойма плюс подшипник и как бы подшипник отдельно покупать не нужно все идет в комплекте но покупая такой вариант или же вариант как купил я комплект там не будет закрывашек из-за этого ну лично я ставил так как есть и по ходу движения по ходу движения то бишь с лицевой стороны скажем так на подвесной подшипник если стоит смотреть на подвесной подшипник я надел на кардан пыльник атаки вот и аккуратненько его под ну под приклеил можно сказать к обойме чтобы ну меньше срался подшипник он за счет этого проходил подольше вот но это такая можно можно сказать лайтовая эксплуатация он прожил два года вот далее также есть информация можно купить отдельно отдельно вот эти закрывашки то бишь в то есть в каталоге вольво там 740 там 9 сотки там вот это вот все продается отдельно закрывашки продаются отдельно есть только оригинал одна из этих закрывашек точно какая из них не помню стоит вообще дешман 160 там 200 рублей 300 я лично купил одну из закрывашек за 160 я об этом расскажу об этом в конце а вот вторая закрывашка уже стоит тысячи рублей поэтому лично я не купил но об этом тоже в конце ну а так их можно до купить отдельно далее что вот это это два сальника от конторы кортека самые дешевые варианты один ставится вот этот он ставится для чего если у вас нет металлических закрывашек и вы не хотите покупать вот этот вариант от вольво и также вот в конторе в конторе в группе волгограда вот он адрес вот так вот выглядит комплект закрывашек вот эти пыльники вот они вот так вот выглядят они стоят 450 рублей поняли да куда это все ставится вот в случае если у вас их нет не сохранились я вот так вот уберу отсюда чтобы не мешалось это одни и те же номера были вот если они у вас не сохранились и у вас нет желания покупать например да то вы можете купить вот такие сальники вот этот ставится в заднюю часть подвесного подшипника та часть которая к мосту направлена вот этот сальник он ставится по направлению движения автомобиль то бишь вперед переднюю часть которая смотрит лицом в коробку почему я написал возможно больше потому что подшипник с данным конкретным номером он об этом известно в принципе что он в обойму входит и он чуть чуть меньше чуть болтается вот но большинство покупает именно этот и просто напросто подклеивают его на герметик почему я написал возможно больше потому что если вы откроете каталог кортока по подбору сальников их оригинальный и пробьете этот номер посмотрю посмотрите размеры и потом вобьете эти размеры с допуском в один миллиметр вы увидите что можно взять такой же сальник но он будет по внешнему диаметру внешнему как раз таки как нам надо будет чуть чуть больше то есть он не будет болтаться вот внутренний будет наоборот чуть поменьше но внутренние то что будет поменьше не сильно критично потому что я очень сильно сомневаюсь что вот этот сальничек может там проточить кардан или еще что-то я в этом очень сильно сомневаюсь что что-то с ним там произойдет вот собственно такая вот штука то бишь ну как бы решать вам разница по цене в этих сальниках нет то есть ну про то что сказал побольше или вот конкретно вот это то есть вы вот так вот можете поставить пыльники вот в таком вот варианте на ваш подвесной подшипники вот с такими вот установленными сальниками он будет жить дольше нежели вы просто купить по обойму туда запрессуете подшипник и все то есть прикол в том что у вас вот этот сальничек который на подшипнике есть он не предназначен для работы для работы в окружающей среде то есть никак не закрытой то есть вот в этом проблема что вот поэтому они мрут что за попадает влага то есть даже если вы туда смазки побольше набьете да но он вас отходит подольше но он все равно умрет он умрет как бы быстрее чем мог бы отходить в принципе вот вот такая вот информация это в принципе довольно таки такой большой пласт можно так сказать но зато на это можно поставить точку единственное вы скажете чё что тогда про вариант с транзитом не рассказал да вариант с транзитом он как бы ну есть да можно купить подвесной транзита но тогда его надо пересверлить в нем отверстия потом приваливать гаечки потом отрезать по бокам лишнее ну у него на платформе но это короче геморрой то есть она того не стоит то есть если вы пробьете по номерам вы увидите что это это везде есть наличие и геморрой от транзита он стоит тех же самых денег но это реально геморрой то есть это не просто купил и поставил да ну край там запрессовал подшипник а вот такая вот сварка болгарка ну это вообще бред мне кажется то есть ну кому интересен вот такой вот вариант с установкой подвесного где они допускают сварку и болгарку можете тогда вообще на самом деле выключать давным давно это видео и вообще чуть ли не от волги там или еще чего-нибудь там покупать и ставить и вообще не париться как бы вот если вас устраивает вот я вам рассказал адекватные варианты которые его ставятся ну вот болтом то есть вот то есть в худшем случае ты просто взял поставил до более худшем случае ты просто взял поставил туда еще запрессовал вот эти закрывашки и все ну или там сальнички поставил да вот принципе реально адекватная информация и реальный адекватный способ установки если вам вообще хотите вот максимально забить на все просто купить готовый товар который поставить это вот тогда по оригинальному номеру там доминант за четыре штуки и все и вы голову не греете такая вот информация надеюсь что было полезно и актуально всем до скорой встречи пока пока пишите свои вопросы в коменты я обязательно на них отвечу еще раз всем до скорого